Фельдшерский акушерский пункт села Тарасково. Сразу отметим, организация медицинской помощи здесь на высоком уровне. Новое помещение, новое оборудование, высококлассные специалисты. Прием ведут два фельдшера и акушерка. Оказывают как первую медицинскую помощь, так и плановую. Взаимодействуют со школой села по профилактике и прививкам. Кстати, совсем недавно сюда приехал новый специалист-фельдшер Кочникова Оксана. Она обучалась по целевому направлению. Город выделил ей квартиру в этом же доме, где располагается ФАП. Теперь специалист всегда в шаговой доступности от пациентов. Ведь обращаются не только в часы приема. И что характерно, здесь никому не отказывают. Это часто бывает. Даже не столько медицинская помощь, сколько психологическая. Бабушкам часто бывает некуда обратиться, некуда прийти, не с кем поговорить, не с кем поплакаться. Ну и не только бабушке. Это и есть возрожденная традиция русского земства. Когда медработник на селе становится доверенным лицом, семейным врачом. И оказывает не только медицинскую помощь, но и психологическую. Становится родным человеком для каждой семьи. Мы настолько довольны нашим медпунктом, нашим профессионалом. Светлана Еммануевна Экер – это большой профессионал. Она требовательная к себе, она требовательная к людям. Вот если спросить от городских врачей, если она поставила кому-то из наших диагноз, диагноз обязательно повторит. Следующий пункт объезда – врачебная амбулатория деревни Починок. Тут проживают чуть более 700 жителей. Когда-то здесь была сельская участковая больница. Круглосуточный стационар, много специалистов. Процесс оптимизации сократили больницу до врачебной амбулатории. Здесь принимают врач-педиатр, фельдшер, акушерка, врач-стоматолог. Имеется дневной стационар на четыре койки и небольшое физиоотделение. Два раза в год, сразу отметим, раньше был раз в месяц, в деревню приезжают бригады узких специалистов из города для консультации жителей. Помощь жителям деревни оказывается в полном объеме. В тяжелых и экстренных случаях пациенты направляются в город или же вызывается на себя скорая помощь. Существенный минус – здание нуждается в капитальном ремонте, а это вне компетенции муниципалитета. Ольга Мазанова – педиатр амбулатории, потомственный врач. Ее папа заведовала этой больницей. Теперь и она предпочла работу в деревне городской. И видно, что глаза горят, что болеют душой за всех детей в деревне. Хочет помочь и делает все возможное для сохранения детского здоровья. Хочется больше сделать для населения. Но не всегда это получается. Конечно, они требуют. Многие вспоминают, что тут был стационар. Но все, что мы можем предложить, оказать даже узкую специализированную помощь, мы это в принципе осуществляем. Надеемся, что мамы будут больше внимания уделять своим детям. Так же, как и в городе. Домовое хозяйство – новая рекомендация Минздрава. Такой вид помощи организуется в населенных пунктах с малым количеством населения. К примеру, как деревня Польники, где прикреплены чуть более 300 жителей. Из числа жителей выбирается один. Ему выдается сотовый телефон, укладка для оказания первой помощи, контакты, памятки с симптомами часто встречающихся болезней. Жители этого готовят. Кто и как, не прописано. Однако он должен пройти какие-то курсы по оказанию помощи. К нему должны обращаться все другие жители для оказания помощи или же вызова скорой. Пока желающих деревне Польники стать таким вот парамедиком нет. Напомню, деятельность фельдшерского здравпункта там прекращена с 2010 года по причине несублюдения санитарных и противопожарных норм помещений. При этом остается много вопросов. Каковы объемы оказываемой помощи? Какова ответственность этого человека при соблюдении главной заповеди «Не навреди»? И сможет ли пожилой человек, а как правило домовое хозяйство доверяют именно пенсионерам, оказывать квалифицированно первую помощь? Надежда есть на передвижные амбулатории. Обращение соответствующее медико-санитарной части дела Федерального медико-биологического агентства запрос на передвижной медицинский пункт оказания. То есть это может быть на базе автомобиля, может быть на базе автобуса. Сегодня мы услышали из уст Редингера, Италия Матвеевича, о том, что соответствующие письма сделаны, что в 2019 году в плане оснащения и передачи есть на базе автобуса такого пункта. Будем надеяться, что это будет реализовано. Альтернативный вариант оказания помощи на базе домового хозяйства, ну это где-то на уровне 19 века. Проблемы есть. Город, как может, помогает их решать. Жилье и подъемные. Но, к сожалению, большая часть проблем может решиться только на федеральном уровне – медико-биологическим агентством. Медицинская помощь в сельских населенных пунктах Новоуральского округа организована на достаточно высоком уровне, исключая деревню Польники. Во многом благодаря самоотверженной работе самих медиков. Задача общественного совета на данном этапе – писать обращения, охватить как можно больше инстанций, чтобы увеличить шансы на организацию доступной помощи в Польниках. Альвина Бавкова, Дмитрий Дедюхин. Объектив. Итоги. Альвина Бавкова, Дмитрий Дедухин. Альвина Бавкова, Дмитрий Дедухин. Продолжение следует...